Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Михаил Ломоносов Шредневековое государство со столицей в Киеве, существовавшее со второй половины девятого до середины тринадцатого века, называли Русь, или Русская земля. Географической основой этого государства были современные украинские земли. Киевскими князьями были Ярослав Мудрый, Святопол Кизяславич, Мстислав Великий, Владимир Мономах. Государственный герб Украины, официальный символ государства Украина в виде золотого трезубца на синем щите, в те времена изображались на княжеских монетах, печатях, оружии и так далее. Московское княжество, также известное под историческим названием Московия, основано в середине тринадцатого века как улуз, то есть становище кочевников Золотой Орды. Первым удельным князем Московии был сын Александра Невского Даниил Александрович, получивший ханский ярлык «Направо собирать дань». Претензии на киевское наследие, они лежали в основе экспансии московского государства на Запад. На протяжении столетий, мы можем спокойно об этом говорить, с конца пятнадцатого века, когда московское государство получило свою суверенитет от Золотой Орды. К этому времени Киевская Русь уже существовала более трехсот лет. Когда в Киеве строили Софийский собор, до основания Москвы, как таковой, про которую потом еще никто не слышал долго, было где-то лет 150. А у московского государства лет 200. Киевские князья бы очень удивились, если бы вдруг узнали, что через 700 лет государство, находящееся за тысячи километров, будет считать их исключительно своими русскими предками. Они бы удивились еще больше, узнав, что народ, культуру и язык современной Украины, на земле которой эти самые киевские князья жили и кем сами, собственно, были, новоябленные русские называют историческим недоразумением. Современная Украина целиком и полностью была создана украинская. Тогда как можно говорить о Москве и как о старшем брате, когда этот так называемый старший брат появился на свет на несколько веков позже украинцев? У него нет никакого морального права называть себя старшим братом, диктовать человечеству правила существования, насаждать свою культуру, язык, мировосприятие и говорить о себе как о наследнике Киевской Руси. По всем древнерусским источникам, ни один российский историк со мной не поспорит, до монгольского нашествия русской, с мягким знаком, русской землей, называлась территория вокруг Киева, Чернигово и Переяслава. То есть современная центральная Украина, за которую сейчас идут бои. Вот, и если кто-то из Новгорода или Суздаля ехал в Киев, то летописец выше, кто поехал в Русь. Вот, поэтому мы с вами, то есть Киев как будто-таки остается матерью городов русских. Россия имеет к историческому и культурному наследию Руси примерно такое же отношение, как к соответствующему наследию Римской империи имеет ее бывшая колония Румыния. На самом деле историческим недоразумением стоит называть именно Россию. Ибо нет другой такой страны в мире, где смешано столько культур и народов, а история которой столь искусственно, надуманно и неправдиво, создана сначала в угоду политике царской империи, а позже идеологии империи советской. Дело в том, что Украина как понятие, как название страны достаточно степильно с 17 века, когда на европейских картах появились карты Украины или казацкой земли. Точно так же это было указано даже на картах российских времен Петра I, еще до того, как Россия стала империей. То есть никаких вопросов о том, что в 17 веке для Европы Украина уже была, причем не каким-то историческим недоумением, а считалось казацким народом, который защищает Европу от нашествий с Востока. Ну если 500 лет Путину мало, ну пусть фантазируют еще дальше, то есть это параноидальные вещи, что Украина там придумал австрийский генштаб, интриги Запада или какой-то граф Патутский. Вот до австрийского генштаба и до всех Патутских мы назывались Украиной, это не называло ни у кого никаких сомнений. Все народы именуют и называют себя сами. Изменения названий стран и народов бывают довольно часто. Но почему России потребовалось брать себе иностранное название? Ведь было бы странно, если бы немцы вдруг стали называть себя не дойче, а взяли бы себе название алеман, то есть каких называют соседи-французы. А в случае с Россией это почему-то считается нормальным. Царь Петр в 18 веке берет для Московии заморское название Русия, которое не употреблялось уже сотни лет, а к землям московским вообще никогда не применялось. И называет им страну. Зачем? Ответ прост. Для создания основы проведения политики мифического собирания земель Руси. А на самом деле откровенной захватнической войны, порабощения и разграбления соседних народов. Форма Русин, древнерусская, еще она не закрепилась на территории московского государства. Но Федор I хотел модернизировать Московское царство и для этого вот и произвел такой ребрендинг, для того, чтобы более перспективно быть представленным в Европе, в большой европейской политике. Ну, Россия это греческое слово, причем довольно старое. Оно появилось и даже не в 18 веке, когда Российская империя себя так назвала. Дело в том, что греки и Византия, которая, собственно, была восточно-ринбская империя, где официальным языком был греческий, они не могли почему-то произнести там Русь. И с 9 века, когда киевские князья стали ходить в походы на цель Град Константинополь, византийцы пишут, пришел народ Рос. И, соответственно, то, что у нас называли Русью, то есть тот же самый Киев по-гречески, как страна, отвечала как Росия. Поэтому циничная, кровавая, захватническая война Путина против украинцев, от которой, кстати, напрямую, а не косвенно страдают также и россияне, к сожалению, вполне ожидаемо итог многовекового правления в России царей, тиранов и диктаторов. Империя зла снова раскрыла пасть. Но, как нам подсказывает история, всегда находится тот, кто эту пасть захлопывает. А теперь в новостях на Украине. В секретных лабораториях украфашистов разработали специальных боевых гусей, которые сбивают российские самолеты. Птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Едва кремлевские пропагандисты успели снять с креста распятого мальчика и надеть на него трусики, как беспощадные укры придумали новый способ террора над русскоязычным населением. Наша разведка предоставила в виде доказательства, как работают украфашистские бандерагуси. Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. Никогда такого не было и вот снова. На этот раз против так называемой второй по мощности армии мира, коварные американцы привели в полную боевую готовность особо опасные пернатые войска на территории Украины. Таким образом, на российских федеральных телеканалах абсолютно серьезно обравдывают массовые убийства украинцев и непрекращающиеся бомбежки украинских городов. А для пущей убедительности и устрашения россиян пугают чумой 21 века, существование которой еще недавно вовсе отрицали. В деле распространения пандемии коронавируса в последние несколько лет проявляется, обнаруживается четко украинский след, поскольку это было отдельным направлением исследования в этих биологических лабораториях, финансируемых Пентагоном, именно распространение ковидов всех инфекций SARS на всевозможном виде перепончатых крылок, рукокрылок. Все эти заявления настолько абсурдны, что над байками про секретные, простите, говнометные войска не посмеялся только ленивый. Ты не курка, ты биологичное зброе. Мы у вас удача. Но ты в России насажешься над Кремлем. Это на самом деле не яйца, это ядерная бомба. Далее летишь по всех местах и селах России, и срежешь. Это на самом деле не пунктажки, это информация, они привыкли гамма хавати. Удачи, сержант Келина Бланка. Провняйсь! Смирно! Авиация в бой! Нашими ПВО уже были сбиты 8 зябликов системы гнездо-воздух и 2 баклана, которые их сбили, уже представлены к званию Героя России к какой-то степени. Нам удалось выяснить, что на территории Украины, кроме биологического оружия, разрабатывается еще и математическое, географическое, физкультурное, природоведенческое оружие. На первый взгляд может показаться, будто российские пропагандисты выгорели, потеряли хватку. Ведь фейк об украино-американских биолабораториях с птицами-убийцами получился уж слишком абсурдным и анекдотичным. И тем более оправдывать им войну с некогда, как любят говорить на России, братским народом. И отправлять, наверное, смерть своих же детей в Украину, где у многих россиян к тому же остаются друзья и родственники. Однако фейк, как ни парадоксально, работает. Так где же заканчивается грань абсурда в Кремле? И когда россияне наконец-то поймут, что им беспрерывно врут? Чем чудовищнее ложь, тем охотнее верит в нее толпа. Писал предшественник Путина Гитлер. Вот и рупоры кремлевской пропаганды решили не изобретать велосипед. Так даже самый топорный фейк на России сделан подавно обкатанной технологией министра пропаганды Третьего Рейха Йозефа Геббельса, говорят эксперты. По-перше, есть связь с Заходом. Кажут, что Украина связана с Заходом, в Украине нет субъектности. И вот эти лаборатории, которые, власне, Пантагон в Украине створили, еще один доказательство. Другой момент, это то, что в этом есть претенка правиль, потому что в Украине действительно есть лаборатория. Но это совсем не тихи лаборатории, про которые говорят. Для того, чтобы фейк сработал, он должен давить на болевые точки, строиться на тезисах, которыми народ пичкует изо дня в день на протяжении многих лет, объясняют специалисты. Россиян десятилетиями пугают кровожадным Западом, который спит и видит, как бы поставить на колени великую Россию, и который ради этого не остановится ни перед чем. Отсюда и безусловная вера в фейковые секретные биолаборатории, а также ошибочные убеждения, якобы санкции, наложенные на Россию, несправедливо. Не за агрессию против Украины, а в качестве наказания за разоблачение коварного плана американцев по уничтожению россиян и русского мира в целом. Конечно же, американцы осуществляли эту свою деятельность в глубокой тайне, точно так же, как они работают и в других государствах постсоветского пространства, создавая свои военные биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации. Кроме того, тут работает еще одно золотое правило пропаганды. Ври почаще, и это станет новой реальностью. На уходе не так, не один мрик, что если человек поверила в одну теорию снова, она будет и верить в другую. А, власне, российское суспільство в переважности в своей большинстве прокачивается всеми теориями змовы, я имею в виду российскую пропаганду, которая на них идет. Они уже много лет назад поверили в свою первую теорию змовы. И далее просто то, что делает российская пропаганда, она поддерживает вот эту модель подачи информации через признак конспирологии. На протяжении десятилетий россиянам настолько часто врали, что у них, с одной стороны, утратилась способность критически оценивать то, что говорят по телевидению, считают эксперты. С другой, народу, который живет за чертой бедности, нет основания не доверять ведущим федеральных каналов. Ведь гораздо проще поверить, что во всех бедах и нищете виновата не российская власть, не сами россияне, которые потакают диктаторскому режиму, а якобы всемирный заговор, с которым ничего не поделаешь. И тогда не нужно ничего менять, выходить на улицы, каяться за грехи или вытягивать своих детей из ада. Не нужно нести ответственность ни за себя, ни за свой выбор, ни за свои поступки. Этим, в том числе, объясняется пассивность российских матерей, которые отказываются верить собственным сыновьям, которые попали в плен на войне против Украины. Мало того, что Украина создала еще коронавирус, им сказали, что это Китай, а у вас там этих белых бородой сколько? Мам, ты не понимаешь, видимо. Я же видел это все. Я не попадаю. Я же видел это все изнутри, мам. Я понимаю слово. Мам, мам, мам. Да нет, мам, блин. Ну что ты, мам. Мам, ты смотришь телевизор, потому что. Поговори с папой, он тебе донесет. Папа адекватный мужик. Ну серьезно, ну ты еще несешь, что ли? Папа адекватный мужик тоже уже на моей стороне. Они остаются в реальности, где они фашисты. Ось, где они убивают мирных людей, детей. Ось, где они рушат места, из которых они были, которыми они захопливались. Ну, то есть, чем они остаются? И весь мир против них. Но есть ли шанс, что россияне вообще когда-нибудь сбросят с ушей лапшу, которую им навешивали десятки лет подряд? Осознают, что за имперские амбиции Путина придется расплачиваться бедностью, презрением к российскому народу всего мира и, в конце концов, жизнями? Когда они заштовхнутся не только сейчас так, что папир стоит дорожче чем рубли, а когда они действительно не будут иметь, что ести. Если говорить о том, что что-то очень короткостроковое, а это короткостроковое, что ты сегодня пошел на войну, а завтра ты помер. То в момент, когда он будет помирать, он этот аргумент сгадает, и его мать его сгадает. Но раньше, в очень маленькой уверенности, они Путина в войну и померти боятся значительно меньше, не усведомляючи, конечно, этого, чем остаться без веков, которые им необходимы, без цукра, который им дает какую-то гипотезу, какого-то изжитета и так далее. Эксперты считают, рано или поздно россияне такие прозреют. Но пути обратно уже не будет. Поэтому Россию ожидает не светлое будущее и мировое господство, как наперебой обещают кремлевские пропагандисты в телевизоре, а мучительное и жалкое существование в абсолютной изоляции, если Россия и вовсе не развалится, как Советский Союз. Шансы на это сейчас очень высоки, но это уже совершенно другая история. Зачем Кремлю правды, когда есть фейки? Чтобы промывать мозги и россиянам, и украинцам, да всему миру. Российская спецоперация на Украине своего рода микрохирургия. Военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. И даже казармы, где просто украинские военнослужащие расположены, они не подлежат какому-либо нападению. Что вытворяют украинцы со своими городами? Если им вдруг кажется, что там появляются российские войска, они же их сносят, чертовой матери, им наплевать. Хакеры «Анонимус» слили в сеть приказы РФ о создании фейков об украинских военных. Из приказа, подписанного выполняющим обязанности министра обороны РФ Булгаковым, Шойгу ведь так и не нашелся, следует. В Кремле боятся массовой сдачи в плен украине российских солдат, поэтому пытаются дискредитировать украинскую сторону любыми способами. Минобороны России предлагает создавать и распространять серию видеороликов о якобы бесчеловечном поведении солдат ВСУ и националистов. Распускать слухи с подтасованными фактами, мол, российские военнопленные, которых Украина показывает на брифингах, это якобы подставные актеры. Но мы-то знаем, что это не так. Пленных Украина бережет, оказывает им медицинскую помощь, дает возможность пообщаться с матерями и женами. И даже предлагает родным забрать своих сыновей. Правда, есть одна пытка, которую не выдержал ни один российский солдат. Скажи, поляныца. А ла не египец. Один из первых шедевров российской пропаганды — фейк о распятом мальчике. Постановочное интервью, вышедшее на первом канале российского телевидения летом 2014 года. Псевдобеженка из Славянска вспоминает, как при ней якобы казнили маленького сына и жену ополченца. Рассказчица — женщина, представившаяся уроженкой Закарпатья Галина Пышняк. Мол, на центральную площадь Славянска, площадь Ленина, согнали людей. И якобы устроили показательную казнь. Взяли, значит, трехлетнего мальчика и, как Иисуса, прибили на доску объявлений. Женщина, давшая интервью, была выявлена почти сразу. Ей действительно оказалась жительница Славянска Галина Пышняк, приехавшая в город из Закарпатья за несколько лет до описываемых событий. Ее муж, как утверждается, был сотрудником местной милиции, который присоединился к отряду Стрелкова. Посетившие прифронтовой Славянск журналисты независимых изданий опросили несколько десятков местных жителей, и ни один из них не подтвердил информацию из нашумевшего сюжета. Более того, как оказалось, в Славянске даже нет площади Ленина. Демонизация украинцев — задача номер один для российских идеологов и пропагандистов. Очередной фейк распространил депутат Российской Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев в своем телеграм-канале. Мол, в Украине набирает обороты бизнес по черной трансплантации — полевые госпитали, для которой якобы развернутые в Ровенской, Львовской и Хмельницкой областях, а также в Польском, Белостоке и Кракове. А вот органы молодых и здоровых украинцев, погибших на фронте или от бомбежек, якобы активно скупает истеблишмент США, Канада, Великобритания, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии и ФРГ. А далее самое важное в этом фейковом сообщении. Мол, все эти и прочие доходы продолжает пилить и планово делиться с кураторами из ЦРУ режим Зеленского и олигархат под предводительством Ахметова и Пенчука. Тем временем россиян запугивают ядовитыми украинскими продуктами. В родительских чатах по всей России распространяется подробный список продуктов, травящих русских подростков. Большинство произведено в Украине, и это открытие десятилетия. Ибо целая Академия наук никак не могла выяснить, от чего же массово умирают дети в России. Мы и представить не могли, что в детских продуктах содержится такой сильнодействующий яд. Все время мы искали не в том месте, говорится в очередном фейке. Так и хочется посоветовать место, где стоит искать, но не будем. Зато кремлевская пропаганда точно знает, где искать ядовитый источник. Это американские биолаборатории в Украине, где нашли след Сороса и Байдена. Странно, что не визитку Яроша. В общем-то, тема биологического оружия, которое якобы испытывалось на добровольцах-украинцах, очень актуальна сейчас в России. Не постеснялся нести откровенную чушь даже якобы уважаемый человек киноискусства, а ныне депутат Госдумы Никита Михалков. Готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах-украинцах. Это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалось их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса. Но что там Михалков? Здесь целая Минобороны РФ заявила, мол, в войне с Россией в ход идут не только птицы, летучие мыши, но и рептилии для распространения на территории России страшных болезней. К слову, тема мифических биолабораторий в Украине, финансируемых США, муссируется Россией не впервые. В Минобороны РФ заявили, мол, на территории Украины якобы действует сразу 30 биолабораторий. На фейк повелся даже Путин. Хотя, стойте, не он ли отдал приказ его создать? На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиньи и других смертоносных заболеваний. Ну а как вам бред о национальной принадлежности птиц? Мол, украинских детей в школах учат заботиться о сине-голубых синицах и убивать исконно русских снегирей. Только послушайте. Обычная запорожская школа номер 106. Детям, маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая глядную Россию. И, конечно же, по видению российского зомбоящика, значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма. И это безумие массовое. Мы же не случайно называем эту операцию, спецоперации по деноцификации, и не случайно называем их нацистами, не только потому, что они набивают себе свастику на груди и на плечах, потому что свастика – это же ведь всего лишь символ. Нацистам тебя делает не только символ, нацистам тебя делает твоя звериная суть, твоя звериная ненависть и твоя звериная готовность глаза вырвать детям по этническому признаку. Ну а после следующего фейка истинно верующим пропаганде российским солдатам стоит из Украины срочно делать ноги. Если их еще, конечно, не оторвало. Ведь туда потянулись сатанисты. Да-да, вы не ослышались. Именно сатанисты. Так фейкометы называют бывших спецназовцев из США, которые воюют в интернациональном батальоне. На Украину потянулись сатанисты в частной военной компании под названием, которая условно переводится как «группа передовых наблюдений», бывшие спецназовцы США, поклоняющиеся дьяволу в самом прямом смысле. Что говорить о российской пропагандистской машине, если кучу фейков генерирует именно Путин? Хозяин Кремля заявил, что Россия воюет с мифическими националистами, а не с регулярными частями ВСУ. На самом деле вся оборона Украины координируется генштабом страны. Путин в войне с Украиной увидел и загранотряды украинских националистов. На самом деле ничего подобного нет. Украинцы не бегут с поля боя, они у себя дома. В военкоматах очереди из желающих защитить свою страну. Люди даже готовы давать взятки, чтобы их зачислили в ряды вооруженных сил Украины. А еще Путин нагло врет, мол, украинские военные прикрываются мирными жителями. Они якобы выставляют вооружение прямо в центральных районах крупных городов. При этом российский президент запамятовал, что отдал приказ своей второй по мощности в мире недоармии прятать танки между домов, наносить удары не по военным объектам, а по жилым кварталам Киева, Харькова, Сум, Мариуполя и других украинских городов. Гаага? Нет, не слышали. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм. Делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. При этом Путин не говорит своему народу, сколько на самом деле погибло российских солдат и сколько сдались в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Путин лихорадочно несет бред, мол, украинский народ находится в заложниках у киевской шайки и фактически призывает госперевороту. Он отказывается видеть, как вторжение его армии сплотило украинцев и заставило забыть о политических разногласиях. В первые сутки войны на спецсчет НБУ для ВСУ люди перевели сотни миллионов гривен. Машина российской пропаганды оправдывает преступления своей армии. В сети распространяли информацию, мол, в роддоме в Мариуполе, пострадавшем от российской бомбардировки 9 марта, не было гражданских. Это полказов якобы заранее выгнал весь персонал, пациентов и занял здание. По словам авторов сообщений, девушка, которую сняли фотографы у развалин роддома, это Марианна Питгурская, модель и бьюти-блогер. Якобы украинские СМИ устроили постановку, воспользовавшись услугами блогерши. А Минобороны РФ вообще назвала авиаудар по больнице Мариуполя с режиссированной провокацией. Проведенный анализ заявлений представителей киевского нациалистического режима фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений. Якобы имевшее место авиаудар полностью режиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. На самом деле во время российской бомбежки в роддоме в Мариуполе находились роженицы, младенцы и врачи, а не военные. Марианна Петгурская действительно была в той больнице, потому что со дня на день должна была родить ребенка. В истории с Марианной Петгурской даже российская дипломатия пробила новое дно. Сейчас сообщение с этой циничной ложью, опубликованное в Твиттер посольством России в Великобритании, удалено. Еще одна жертва обстрелов российскими военными мирных городов – украинская учительница хореографии из Чугуева Елена Курила. Ее забинтованное, окровавленное лицо стало едва ли не самым узнаваемым символом российско-украинской войны. Елена Курила с серьезными травмами глаз пробыла в осажденном Чугуеве 22 дня. 18 марта ей удалось вырваться из города и вместе с дочерью Екатериной уехать в Польшу, где в специализированной клинике врачи оказывают ей необходимую помощь. В то же время российская пропаганда начала распространять информацию, мол, Елена Курила якобы сотрудница 72-го Центра информационно-психологических операций Украины. И, мол, все фото с женщиной с окровавленным лицом – постановка. Якобы кровь на лице слишком неестественная, а бинт вообще чистый. Бинт, пожалуйста, на мой глаз, грим можно, на мое око. Грим можно сделать, а можно сделать вот так? Я думаю, что нет. Российская пропаганда разгоняет фейки и о том, что украинские, так называемые солдаты-неонацисты, якобы массово сдаются в плен россиянам в связи с отсутствием поставок боеприпасов, горючего, продуктов и обмундирования. На этом постановочном видео показано, как российским военнослужащим якобы удалось взять в плен целый отряд украинских карателей. На самом деле украинцы не сдаются в плен. Напоминаем, они защищают свой дом. А если кто и попадает к врагу, их тут же обменивают на россиян. Именно захватчики не хотят обменивать пленных, а российская пропаганда нагло врет о ситуации в Украине. Кремлевский режим продолжает распространять фейки, пытаясь похвастаться успехами своих оккупационных войск в Украине. На новый пример лжи российской пропаганды обратили внимание пользователи соцсетей. Так российское информагентство РИА Новости опубликовало сообщение о якобы ударах по ВСУ неким высокоточным оружием, проиллюстрировав его фото уничтоженной украинской колонны. При этом, если присмотреться повнимательнее, на одном из сожженных грузовиков можно заметить букву «З», которую вооруженные силы РФ наносят на свою технику, задействованную в войне против Украины. Упс! Еще один циничный фейк, призванный посеять панику и деморализовать украинцев. Мол, западные партнеры испугались и бросили Украину на произвол судьбы. Сегодня мир объединился вокруг Украины. Западные партнеры передают Украине оружие, боеприпасы, топливо, гуманитарную и финансовую помощь. А в интернациональный батальон уже записались более 20 тысяч иностранцев. Чтобы сломить дух украинцев, фейкометы состряпали и такой ролик с дипфейком Зеленского, который якобы объявляет капитуляцию. Шановные защитники, быть президентом выявилось не так же легко. Я должен принимать сложные решения. Я могу предлагать складывать оружие только вооруженные Российской Федерации и обратиться домой. А мы уже в доме, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакой оружие мы складывать не собираемся до нашей победы. Лига безопасного интернета заявила, что с середины февраля в России выявили более миллиона фейков, связанных с так называемой военной спецоперацией России на территории Украины. По словам аналитиков, Россия проводит дезинформационные операции на протяжении десятков лет, как в США, так и за их пределами, пытаясь разрушить НАТО и демократию изнутри. Это происходило в Эстонии в 2007 году, в Грузии в 2008, в Крыму и на Донбассе в 2014, в США в 2016. Однако сейчас это не сработало. Путин в войне с Украиной просто долдонит старую песню. Мол, геноцид на Донбассе, украинцы-нацисты, украинцы-агрессоры и так далее. Россия проигрывает по всем фронтам. На войне, в экономике, в культуре. С 24 февраля 2022 года Россия стала нерукопожатным изгоем во всем мире. Россияне сжигают собственные национальные паспорта и стесняются говорить о своем происхождении. Тем временем, престарелый царек из бункера придумывает новую порцию фейков. А что ему еще осталось, кроме лжи? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова